здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодня у нас дегустационное видео но не совсем обычное как правило все что я показываю все что я дегустирую произведено из нашего винограда который мы с вами вырастили и сами сделали из него вино производство образца который мы сегодня с вами будем пробовать мы никакого отношения не имеем эта бутылка пришла нам в подарок пришла с волокде востока вино само произведено в китае в городе мишань есть винзавод который специализируется на производстве ледяных вин как красных так и белых у них свои собственные виноградники в долине бабочек и вот на бутылке собственно говоря мы и видим эту чудесную бабочку сразу хочется сказать пару слов тем скептикам которые услышав слова китай на на у них как спусковой крючок и начнут писать на что же там могут произвести очень рекомендую вообще интересоваться темой вина в том числе и тема виноделия в китае узнаете много интересного даже не буду как сейчас модное слово спойлерить захотите информацию найдете на самом деле много много чего интересного можно узнать на самом деле китайское виноделие достаточно широко развито и имеет очень хороший вес в мировом производстве в том числе и по качеству и конечно пару слов нужно сказать о технологии что же такое ледяное вино ледяное вино производится из замерзшего винограда виноград выдерживается на кустах до нормальных морозов если мне не изменяет память это температура порядка минус восьми только он тогда он снимается и очень быстро от прессовывается вода получается связанный в лед и мы получаем невероятно концентрированный сок там не только много сахаров но там много еще и других ароматических веществ затем этот сок ставят сбраживаться некоторое время он может бродить но потом брожение само по себе останавливается потому что уже появляется спирт как ограничить рост дрожжей и еще остается много сахара в данном конкретном образце всего лишь 10 процентов спирта ну как по мне как раз таки очень приятное значение потому что лично я совершенно не переношу вкус спирта в вине сахара здесь порядка 140 грамм на литр то есть вину получается десертным вот тем любителям кто хочет делать сладкий вина вот вам пожалуйста одна из технологий как делаю сладкое вино не добавлением сахара а концентрации сахаров и всех других веществ которые находятся в винограде конечно технология очень затратная и я даже не могу сказать сколько килограмм винограда нужно вот для того чтобы это 0 375 бутылочка вот сколько нужно килограмм винограда чтобы произвести вот такое количество вина но качество тут приходится чем-то жертвовать и кроме того нужно понимать что производители ледяных вин они находятся в том числе и скажем так в заложниках погодных условий потому что в один год могут быть благоприятные условия пришел этот мороз такой сразу и можно произвести такой тип вина в другой год может и не совсем получится и например в беларуси у нас редко бывают такие погоды для производства такого типа вин с другой страны в мире есть как раз таки вот места которые оказываются наиболее благоприятными для производства ледяных вин ну что ж а теперь будем пробовать открываем запах я только бутылку успела открыть и тут уже такой витает аромат прекрасный янтарный напиток кстати опять же комментатором которые что-нибудь придумают сказать про цвет нужно понимать что вино это было выпущено в 2017 году то есть шесть лет назад поэтому уже у него есть определенный возраст и такой цвет насыщенный гентарный для него абсолютно нормально даже изначально я подготовила вот такой бокальчик для десертных вин но решила что все-таки лучше взять бокал больше чтобы вина было больше возможности раскрыться запах такой очень интересно вот он похож на запах многих белых вин это такая вот мандариновая нотка я как-то рассказывала что мандарин когда скушаешь потом во рту остается такое послевкусие несколько медовая вот такой запах только он его много его очень много он такой очень насыщенный какие-то еще ноты к сожалению я да не профессионал в описании запахов запах очень приятный это у нас был первый нос мы немножечко дадим напитку возможность подышать запах становится более ярким больше раскрывается но есть еще какие-то такие фруктовые ноты в запахе который да к сожалению мне тяжеловато описать но сейчас попробуем как-то на вкус честно я ожидала совсем другого я сейчас поясню я конечно переполняет эмоции я не очень люблю сладкие напитки вот когда там этот сахар он выбивается здесь я вам говорила сахара много но он не чувствуется он не является доминантой и получается есть такая легкая кислинка и вот этот сахар он настолько гармонично вписывается вот по всю эту пирамиду вкусов тут какие-то цветочные ноты медовые ноты карамельные ноты вот приятная такая знаете как в хорошем леденце вот там тоже добавлена кислинка и за счет этого леденец не сладкий а такой вот приятным точно так же и в этом вине тоже нет вот этого сахарные доминанты а как раз таким да я может быть повторяюсь но когда пробуешь такой напиток первый раз я всегда айс вами я пробую первый раз то сложно описать все эти эмоции вот чтобы было понятно что что же здесь в этом бокале причем знаете мне кажется что даже есть какая-то такая легкая может быть тонинная составляющая именно легкая приятная вот этот вот цитрусовый вкус очень явный легкая карамелька легкая кислинка очень долгое послевкусие хорошая кислотность да я вам уже рассказывала что кислотность как бы измеряется на то сколько у нас выделяется слюны когда мы пробуем тот или иной напиток конкретно мы о вине говорим я все пытаюсь сформировать вкусовые описания что я чувствую в этом вине все-таки это цитрусовая нота даже цитрусовая мандариновая такая приятная нота мандариново-медовое ярко конечно да вот легкая карамель легкая кислинка невероятно приятный напиток повторю что мои ожидания вот сладкое вино да это что-то такое приторно сладко да я люблю сладко но я люблю пирожники вот такое вот сладкие напитки ну так себе а здесь если бы мне не сказали что этот напиток сладкий то я бы его может быть так и не воспринимала бы потому что сахар здесь он настолько гармоничный но напомню что здесь не только концентрация сахара но и концентрация все ароматики и вот как раз таки кислота сахар все ароматические вещества они создали вот этот вкус напитка очень интересный впечатляющие очень долгое послевкусие и такие мне кажется проявляются легкие древесные нотки и изюмные нотки но не от того белого изюма который в магазинах такой приторно сладкий безвкусный а именно от хорошего изюма вот такой насыщенный очень яркий вкус в общем такой очень интересный напиток яркий оригинальный и напиток который вот сломал вообще мое представление о сладких винах что это то что я пью да и буду пить с удовольствием пока с вами разговаривала даже все пробовала 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 тот напиток который хочется пить действительно заслуживает внимание я конечно очень долго могу рассказывать о том какой-то замечательный напиток но все же рекомендую попробовать не скажу насколько доступен приобретению данный конкретный экземпляр но тем не менее ледяные вина так или иначе попадаются в магазинах да они не бюджетно но тем не менее взять бутылочку попробовать можно и иметь представление что же это за такой напиток потому что повторюсь вот это ледяное вино вообще полностью поломала мое представление о ледяных винах и конечно тем домашним виноделам у кого вообще погодные условия позволяют делать нечто подобное при наличии материала ну тоже есть смысл попробовать на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще наши контакты ссылка на каталог наших сортов винограда и до новых встреч